Побратимские отношения. Эти слова стали для щелкотцев уже привычными. На главной площади нашего города есть указатель со стрелками, указывающими в направлении Финляндии и Германии, где имеются города-побратимы. И каждый следующий год приносит нам новые адреса дружбы. Теперь с городами Словении и Польши. Делегации этих стран приняли участие в торжественном открытии в детско-юношеском лагере «Юноармеец» площади, которую назвали именно в честь побратимских отношений площадью наций. Под марш и задорный перестук барабанщиц на площадь с новым, можно сказать, символическим названием «На площадь наций» выходят мальчишки и девчонки, которые приехали в Щелковский район на состязания в спорте и искусстве. Впереди их ждет фестиваль, у которого, благодаря присутствию иностранных делегаций, в данном случае из Польши и Словении, статус международный. И, соответственно, сегодня на трибуны выносятся государственные знамена трех стран, в их честь звучат гимны. Хочется пожелать вам живого общения и, безусловно, победы. Кто-то будет победителем, кто-то не будет победителем, поэтому не расстраивайтесь. Пускай победит сильнейший, а вообще, на самом деле, пускай победит дружба и удачи всем. Будьте здоровы и счастливы. Что объединяет людей? Людей, которые учатся в разных школах, которые говорят на разных языках. Их объединяет то, что, наверное, одинаково независимо от страны. Это любовь к спорту, любовь к творчеству. И сегодня мы сделали все для того, чтобы вы смогли собраться здесь, на этой замечательной базе и объединиться. Объединиться между собой. Уважаемые друзья, мы говорим открыто, с сердцем приветствуем их на земле Щелковского района. Я уверен, что наше выражение лица, наши эмоции передают любовь, уважение, которое мы испытываем делегациям, приехавшим к нам в Словении и Польше. Уверен, что и на будущее таких делегаций будет больше. Возглавляет делегацию из Польши, из города Гродзисского Павята, начальник департамента образования, культуры и международных связей Горожина Старчак. Предлагает напрямую спросить молодых ребят из ее делегации о том, как они воспринимают возможность общаться со сверстниками из России. Думаю, что это очень прекрасная идея и должно быть этого как можно больше. Новым участником побратимских отношений с Щелковским районом скоро станет город Целе из Республики Словения. Оттуда пришло письмо с предложением заключить договор о дружбе и сотрудничестве. Инициатива была поддержана и вот теперь к нам в район приехала целая делегация и возглавляет ее мэр города Цели Баян Шрот. Это отличная возможность для молодежи узнать своих сверстников, познакомиться с друзьей славянской, хотя и родственной культурой. Наладят отношения со своими сверстниками из других городов и эти связи будут надолго. Мы с неба увидели прекрасную Россию, потом увидели прекрасный город Щелково, а потом еще мы увидели прекрасную дружбу, прекрасных людей, и мы поменялись контактами, и мы надеемся, что эта дружба будет продолжаться. Андрей Циханович, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова